пока пока ну давай удачи тебе спортсменки бегом что ли побежал давай аккуратно там ладно давай пока поставила вас девочки на штатив а захожу в кухню солнце светит так ярко так красиво но засвечивает не видно вам обратно разверну что у меня там с фоном начальники от термоса сумочка сохнет я посуду мойку разобрала термос мой вместе с этой сумочкой у лёши же там шпаклевка вот это все белая пыль я все там стираю вот арсений пошел на тренировку один сам да вообще у нас самостоятельный а вы знаете когда мы идем ведем они же бегут вперед вообще просто тупо вперед вот допустим мы обуваемся они убегают я выхожу допустим сумка или они сумку берут и пока я подхожу они уже наполовину раздеты переодеты пусть идет дорогу переходить не нужно это вот за одним домом который у нас спальня дом кирпичный за ним школа то есть там дорогу не нужно переходить пусть идет я даже не переживаю я правда тренеру написала у них тренировка в 16.30 мы выходим обычно где-то ну в 20 минут они уже выбегают где-то в 25 минут идти вот а здесь 16.05 он вышел ну это даже хорошо потому что раздевалка небольшая чтобы он спокойно пришел занял место у окна но чтобы сумку поставить родители же обычно помогают да там рюкзаки вешают ну короче там мест немного там каждому прям по одному стульчику и вешалка вот и поэтому он пораньше придет спокойно переоденеться все будет нормально он молниеносно собирается девочки всегда поэтому вот федя говорит ты сейчас пойдешь его проводишь я говорю нет как нет не пойдем так что значит хотела сказать девочки сейчас мы с вами что сделаем вам как вообще ну нормально ракурс да вот если вот так что давайте знаете с чего начнем короче вы знаете что сейчас с вами сделали все таки первым делом потому что на это потребуется время сода перекись кипяток вот у меня остатки соды я сегодня буду блины наверное буду или оладьи у меня есть и кефир у меня есть и молоко вечером может быть я я так думаю что это на ужин у нас есть немножко плова вот и наверное на ужин будут либо блины либо оладьи ничего страшного калории у них это не в коня корм федю а арсения ему он сейчас на тренировке поэтому нормально ничего страшного ну как бы это не есть полезно у нас никогда так крайне редко я даже не помню когда так было чтобы на ужин было что-то вот типа оладьи блины вот это обычно это все на завтрак и по выходным и то раз в год уже под новый год что-то как-то ну вредка это стало и перекись просроченная ладно сейчас мы с вами замутим чайник у меня тут закипает что-то девчонки я плиту я разлила какой у меня тут убежала немножко ну что там по сути-то убежала не сильно поэтому я пока добиваю мне надо чтобы она прямо такое жирное грязное было мне кажется духовку очень грязная и микроволновка девочки попкорн мальчики делали и положили этот пакет ну пятерочки купленный попкорн положили пакет и он не крутился он застрял и вот это вот место которое низ в общем она попкорн был с сахаром и солью подгорело у меня микроволновка я тут открываю сейчас суп-то разогревать господи ну ладно я протестирую сегодня завтра на плите давно бы вытерла уже ну тут не сложно вытереть но мне надо чтобы до отзыв хороший дать или или нехороший иду вот здесь вот кашицу кашицу так вот тогда чтобы видно было и мы с вами вот я прямо соду нормально положу ну главное чтобы если что наладе хватило здесь надо пол чайной ложки видно да вообще я как-то давно в детстве в перекиси водорода белое белье замачивала белое белье замачивала я ну да немножко вроде бы белее становилось а может это была сила мысли потому что других способов и средства мало было ну как бы и не покупали раньше ничего и сейчас сюда как же мне здесь есть пятно и подождите пожалуйста забурлила мне наверно надо было тарелку взять немножечко другую ладно я вот майка девчонки не знаю в кетчупе не в кетчупе видно да блин нифига вам не видно а не видно почему потому что может так видно видно сейчас видно да вот так чтобы это здесь про нанесу и оставлю здесь нифига вам не видно блин поставила камеру блогер а ее же шевелить штатив то нельзя особо все уже 5 нет есть и что просто не хочется мне кипятить не хочется мне там что-то вот мне хочется вот так точечно чтобы было какое-то рабочее средство и вот и как то так пусть вот так полежит здесь так на пятно на пятно девочки наносим вообще вот так тут еще внизу одно было пятнышко я вот так вот сделаю тарелка конечно маловато у меня и продукта мало все пусть стоит так может я перекиси мало налила девчонки ладно сейчас еще что к вам лицом руки поможет что мне нужно сделать вы заметили у меня бутылки я их начала коллекционировать да мне нужны перемены хотя бы какие-то хотя бы в чем-то девчонки и в общем я уже показывала что у меня вот здесь вот крупы лежат я пересыпала сюда вермишель очень удобно ну знаете что вот я решила живут в этих вот баночках здесь у нас в одной допустим печенье лежит сейчас не лежит сейчас пересыплю когда освободится другая банка в другой конфеты очень удобно в третий чай в четвертый соль и вот ну вот смотрите по сути она здесь совершенно не нужна вот солью банка потому что я солянку в эту насыпаю да который вот у меня розовая где она я вот сюда насыпаю и мне хватает допустим недели на две и вот это две недели просто так стоит ну конечно красиво стоит мне нравится но другой стороны зачем мне чтобы вот она стояла там где чай стоит да а мне чтоб глаз радовало ну вот я поэтому сюда что-нибудь другое сахар например тот которому в баночку а вот это банка девочки я смотрю сейчас я видела фикси помню смотрела такую прозрачную банку но прозрачная будет поприятнее чем вот это вот да неудобная крышка мы привыкли брать вот так вот так и вот она стоит до его так вот тяжело взять неудобно и мы привыкли gebaut так брать и И вот я фиксы брала вот так, неудобно, но она круглая, и объем у нее, по-моему, пол-литра и литр. В общем, буду искать, и, наверное, ну, все-таки, вот как сахарницу, буду использовать такую что-то. Вот. Это я... Так, а, еще девочки, девочки, милые мои девочки, вот баночка, которая с кофе. Это кто-то мне написал, в чем прикол пересыпать из одной банки в другую. Ну, мне эта банка нравится. Что-то хуже. Другую. Леша покупал кофе, опять в такой банке. Вот скажите, зачем? Спрашивается. Нет, там цена была, говорит, была хорошая. И кофе неплохой. И что? Ну, я сниму этикетку, да, и будет еще одна такая баночка. Сахар? Ну, теоретически. Да, мальчишкам туго. А вот во втором ящике-то у меня в кухне две баночки. Подождите, девочки, мне... Ну, в общем, да. В общем, они пустые, их надо будет, кстати, помыть сегодня. Не берут они здесь. Они все-таки берут отсюда все, потому что сладкое, да, ну, вот именно конфеты, что-то стоит там. И они перестали отсюда брать, хотя было очень удобно. Вот. Вот есть печенье овсяное с шоколадной крошкой, что ли. Нет. Настоящие. Нет, ни с чем. И вафли. А вот вафли-то как раз-таки можно... понаставила я. Посмотрите, всего... Вафли можно вот сюда приложить. Три штучки. И пакетик освободится. А эту тоже бумажку выброшу. Так. В общем, девочки, это пока убираю на место. Что? Чай. Выру чай. Вот. Чай. Все хорошо. Мне вообще здесь все нравится. Пусть пока так. Так вот. Я почему говорю? У меня еще такая баночка есть маленькая. Я не помню, что в ней было, но с такой же крышкой, но меньше. А что там могло быть? Не знаю, что там могло быть. Представляете, ну как красивенько. Девочки. Ну как вот ее выбросить? Нет. Вот когда я кофе пересыпаю из банки в банку, мне абсолютно не жарко, не горячо, не холодно от той банки, которая родная. От кофе. Думала, на столе стоит. Не сегодня пересыпала. Подождите. Это друг какой-то. Кто? Ладно, сейчас мам. На улицу не пойдешь? Нет. А? Кашель. У меня кашля болеет. Выдумщик. Нет у него кашля. Мама не лазрешает. Он слышно? Нет. А кто тебя звал? Это друг мой. Ну друг, у друга имя есть. Дима. Ясно. Вчера. Это Дима. Девочки. Федя говорит, мама, открой меня, надо что-то взять. И они поднимаются. И Дима на роликах поднялся на четвертый этаж. И как глянула. А он стоит вот так вот в двери-то, понимаете? Ну как уж, неплохо, но... Я говорю, как ты спускаться будешь? Он к лестнице подходит. Говорит, нормально. Если подходите, вот так вот. У меня сердце в пятки ушло. Он зацепился за лестницу, захватился. Я так испугалась, девочки. Вы просто не представляете. Ладно. Вермишель. В общем, я что хочу сказать. Я вам... Да я... Как я сейчас сфотографирую? Не хочу наклонять. Девчонки. Сейчас у меня поплетит все. Ну, в общем, там у меня... Коробочки стоят справа. Они так и останутся стоят. Какие-то консервы. Вот тут вот... Вот такой вот органайзер. Вот как раз я хочу сейчас пересыпать горох. Потому что я варю пол пачки и на следующий раз пол пачки. И вот то, что она открытая или прищепкая. Когда прищепка лежит, это не очень удобно. Понимаете? Вот смотрите. Вот. Гречка с прищепкой. Оно вроде бы и нормально. Вот. Ну, когда вот так. Вроде бы нормально, да? А с другой стороны, это все-таки не очень удобно. Поэтому вот я горох точно пересыплю. А может, сахар пересыпать? Что пересыпать-то? Гречки у меня две пачки открытых. Они, наверное, две не влезут. А, кстати, вот и проверим, влезут или не влезут. Пользоваться, девочки, вроде бы нормально. Но я знаете как? Вот я насыпаю, а оно немножко забивается. Мне приходилось вот как бы вот так потряхивать. Но это всяко лучше, чем я вот когда брала вот так жменьку. И у меня эта вермишелька из пальцев вылетала. Поэтому оставлю так. Оставлю так. И вообще нам надо с вами будет, может быть, в ближайшие годы кухню помыть. Это что? Это рак? Вот. Давайте. Я же уже убралась, девчонки. Я белье повесила, другое сложила. Убралась, полы и потерла. Я даже сказала бы помыла. Да. Ой. Не, лучше вот так. Я вспомнила, как мне неудобно было пересыпать. Сейчас, девочки, соображу. Воронка через нее получается мелко. Пакетик. Я знаю лайфхак. Я вот подписана на какие-то каналы, которые делают так, называется. Там, ну вот лайфхаки показывают. И кушать. Не хочу, чтобы здесь пакетики с горлышком были. Поэтому. Подождите. Знаете, как надо? Ну, сейчас я объясню. Вы видите, что мимо все цепится? Ну, ладно. На весу. На весу. Не прикасаясь сюда. И оно будет относительно нормально. Нормально, нормально. Главное, приноровиться. Подсовщицей надо идти. Точно. В ночные смены. Я не работала подсовщицей. Но много раз, кстати, хотела пойти. Но что-то все как-то... Ну, что-то не получалось. Ну, не устраивалась, а занималась другими чем-то. А, девочки, пакет рался. Я плохо. Мне надо было, знаете, что сделать? Его отрезать. Ну, это же надо было раньше сделать, правильно? Нормально. Влезет, не влезет, да? Не влезет, да? Ну, на пол немножко упало, ладно. Пропылесошу, так и быть. Да? Что это, думаете? Это же тоже было отрезано. Я лучше что-то сделала? Нет. О, видите, все. Ну, нормально, нормально. Просто там пакет хуже был. Ни одна не падает. Давай, родная моя. И ни туда, и ни сюда. Ладно. Так вот, бутылки с белой крышкой. Тут дата написана. Эту дату надо этим, жидкость у тебя снять, а лака? Не сегодня. Смотрите, какая красота. Какая красота получается. У меня есть стеклянные бутылки от соков. От разных, всяких разных. На даче дома есть несколько. Нет, надеюсь, что я их на даче все отправила. Но они же тяжелые. И получается, вес-то еще больше будет. И мало ли, уронишь случайно. Нет, лучше он в пластике. Тем более, это же пищевой пластик. И тем более, это же будет расходоваться. Оно застаиваться здесь. И они не будут, я надеюсь. Так. Да, я что подумала. Контейнеры, органайзеры. Многие сделают. Надо, наверное, сегодня блины печь все-таки. Я блины пеку на молоке и на кипятке. Ну, одновременно, да. И там как раз тоже молоко. А сейчас мы это покупаем. Оно, видимо, по акции. Вот. Так. Где крышка? Что-то я потеряла крышку. Так. Класс, девчонки, скажите мне. Сейчас я поставлю. А что мне с сахаром-то делать? Ничего, это остатки мегречки. Ну, слушайте, по объему оно уже в любом случае меньше получается. Я буду про нее помнить. И риса тут немножко есть. Нормально. И, кстати, ну, каша у меня быстрая. Быстрая. Теперь как-то пусто встало. И мне нравится, что они не широкие. Не широкие, высокие. Здесь крышки-то ладно, а вот здесь все видно будет. Сейчас по-любому будет. Видно? Да, все хорошо видно, даже если мало. Ого, нормально. Баночки подуберутся здесь. Хорошо. Вот, бесплатно главное. Что там? Какие будут эти остатки? А это пусть прорастает. Так, и что я хотела еще сделать? То, в принципе, у меня вот здесь вот банка-то стоит. Это органайзер от банка. Это органайзер от посудомойки, от таблеток. У меня не то, чтобы они закончились. Сегодня я просто ночью, ну, вечером. Одна последняя была. У меня там есть еще. Сейчас нужно насыпать, досыпать и посмотреть вообще. А я смотрю. Сейчас начали вот эти вот. Ну, это я... Короче, я всегда беру впрок. Дешевые и хорошие. Дорогие я пока сильно не брала. Это давно я покупала. Я один раз в день мою посуду. Ну, вечером, да. Поэтому, когда посуды немного, совсем немного. Нет кастрюль каких-то там, когда вот бульон варится, все равно налет. Я дешевыми таблетками. Чашки, тарелки, ложки. Отлично все промывает. А когда посуды много, прям загружена она, и жирного много, и кастрюлик. Естественно, я финиш кладу или самат. Что там еще есть? Да, правильно я сказала? Самат. Вот. Видела я... А, видела. Сейчас же делают подешевле варианты какие-то. Вот я прям видела финиш. Около тысячи. За сто штук. И тоже, типа, все в одном. Все включено. Не знаю, девочки, пробовали. Я что делаю? Я сейчас еще посмотрю, если у меня дешевые. Ну. Сколько здесь? На две недели хватит. Вот. И я кладу сюда же дешевые. И когда мне нужно, да, ну вот сверху, я вот так вот рукой открываю. Немножко это. И беру ту, которая нужна. А если мне не берется, я эту снимаю крышку, и все нормально. Она плотно вообще стоит. Стоит плотно. Ума не хватает у меня. Так. Хорошо все стоит. Вот если надо, вот так. Ну, я уже много раз говорила. Тоже хороший лейт-хардер. Девчонки. Вон она. У меня еще сколько таблеток. Да. Это вот как раз-таки. Тут есть фаберлик. Были. Может, уже нет. И что-то еще. Не знаю. Что это? Вот это как раз-таки, которые подешевле. Они нормальные. Их же тоже много. У меня же еды все... Ой, посуды более грязные все-таки больше, чем чистые. Правильно? И в основном всегда. Поэтому. Ну, как-то так. Нормально, девочки. Все. Это уберем. Пусть будет. Это у меня, знаете, где стоит? В пенале. Там. Дальше. Туда не особо удобно в ту дверь. Ну, внизу, на самой нижней полке. Ну, надо немножко отодвинуть стул. Дверцу открыть. Нырнуть туда. И оно там стоит то, что не часто требуется. Поэтому нормально. Так. Все хорошо. Соль есть. Ополаскиватель есть. Так. Банка пустая еще здесь стоит. Все есть. Для чистки тоже есть. Нормально. Так. Это у меня вот здесь вот с краешку ставим. И. А, я хотела посмотреть. Может, уже вывелось что-нибудь? Вот как бы до полного остывания. Но я хочу вам сказать, что. Да нифига не вывелось, девочки. Что делать? А здесь? Ну, белее стало, девчонки. Короче. Оно уже холодное. Вот на майке уже холодные руки щипят. Перекись, наверное, девочки. Работает. Работает, но... Смотрите. Вы видите? Вот оно есть. А их было три. Девочки, работает. А вот здесь вот тоже есть. Но очень-очень уже, ну, малозаметно. Поэтому, в принципе, надо перекиси побольше было налить. А на этом пятне пятно есть. Ладно. Сейчас, знаете, что сделаю? Сейчас еще сыпану соды. А что? Мне перекись это, в принципе... А у меня же вода. У меня вода. Остыра уже. Сейчас еще здесь порью вот этим. Видно? А то я могла убрать ближе к раковине, и вам ничего не видно будет. Так. Ну что, всю израсходов тебя оставить пока? Как зевица, о, к берегу! Пусть лежит в воде. Майка впитывает воду. Пусть лежит вот так вот. Не буду трогать, потом уберу все. Все. Буду с вами прощаться. Увиделись. Спасибо вам большое. Спасибо, что были с нами. Всем пока. До завтра. Девочки, я тут просто пришла поправить немножко. И знаете что? Майка стала белее. Серость уходит. Вот как я и сказала, что... В принципе... Я просто только что руки мыла. И опять их испачкала. В принципе, я отбеливала же белье. Я помню, что перекисью. А что я туда еще добавляла? Я не помню. Может быть, соду. Но майка стала белее. Но вот пятно вижу. Ладно, пусть лежит. А то я не даю поработать. Нормально. Вода горячая. Может, конечно... Все. Девочки, теперь точно пока. Это было посткриптум. Привет, девочка. Всем привет. Она уже уходит, девочки. Они сейчас куда-то поедут. Поэтому она зашла ненадолго. Ну все. Всем пока. Всем пока. А то вы ее давно не видели. Поэтому уж включилась показать. Девочки, всем привет. Сегодня уже новый день. Вчера, значит... На чем мы там закончили? Что я снимала? Арсений пошел на тренировку. Мы тут у вас... У вас с вами вместе. В крупах разобрались, да? В рубашку пытались вывести пятно. В общем-то... И я причем постирала. Сейчас хотела, кстати, кофту одеть. Футболку. Ту зеленую, в которой была вчера. Она высохла. Я думаю, ладно. День новый. Правдоподобно. Я обычно, ну, одним днем снимаю. Рубашка практически отстиралась. Ну, вы знаете, я знаю, что там пятно, как бы оно было. И вот я его вижу. Вот смотрю издалека, вроде бы не видно. Спрашиваю других, да почти не видно. Надо еще раз, но у меня нет ни перекиси, ни соды. Вот. Соду я остатки израсходовала на оладушке. И поэтому, как бы, да, слушайте, что хотела сказать. Значит, вчера Арсения, Вика забрала с тренировки. Я, кстати, записала специально для вас кусочек Вики. Как она пришла, потому что... Пишите мне. Давно Вики не было. Вика учится. Учится до вечера, до шести. Дальше ей там уроки делать. Ну, у нее еще сестра. Там она то в сад ходит, то забирает. То это, ну, в общем, свои дела. И девушка взрослая уже. Приходит она периодически. Наверное, когда вот мы последний раз с вами ее видели, вы ее видели у нас, девочки. Я уже месяца два, наверное, не видели, да? Ну, раза три, наверное, она приходила с ночевкой. Приходила в субботу вечером, в воскресенье, ну, в первой половине дня уходила. Ну, как-то вот не до съемок. И сейчас же я снимаю не каждый день, да? И получается, что, ну, вы ее не видите. Вчера говорю, Вик, да я тебя засниму. Иногда она говорит, так, у меня голова не свежая, не надо меня сейчас снимать. Ну, девушка молодая, знаете. Вот, поэтому, нет, мы не ругались нам. А чего нам ругаться? Она, во-первых, неконфликтная. Мы неконфликтные. Нет, ну, блин, нет, конечно. Просто вот у всех свои дела. Потом она пару раз приходила с сестрой. Они гуляли на улице с мальчишками. Она вообще не заходила. Ну, то есть они погуляли, и они там пошли, допустим, домой. И мои пошли домой. Там, а сейчас, чувак, сегодня уроки надо делать, да, периодически. Как бы вот как-то так. Так что все нормально. Слушайте. А, Вика забрала, и мы поехали к хирургу. Давайте, чтобы не тратить время, я сейчас вам расскажу. А потом кое-что еще покажу. Потому что, мне кажется, влог получится очень длинный. Не знаю, что я там наснимала. Половину, наверное, придется вырезать, как обычно. Я снимаю, девчонки, очень много. Если уж я снимаю, то я снимаю. Вы сами-то знаете. Но, я же хотела протестировать средство. Вот, оно у меня в руках. Ноу-нейм. Нет, имя у него есть. Ну, вот, как бы, вот оно есть. Я просто сняла этикетку. И вы знаете, так классно. Я ее просто сняла. Причем, вы посмотрите, ни клея, ничего нет. Я в восторге, девочки. Что значит? На самом деле, я это средство, ну, не то, чтобы тестировала уже. Ну, у меня была такая плита заляпанная. Фартук был грязный. Не так, как сейчас. Сейчас хуже гораздо. Надо было бы еще похуже сделать. Но я уже... Надо помыть. Я не могу. Меня тошнит от этого. Я тогда мыла плиту, фартук и раковину. Отлично работает. Но это, я говорю, незначительные были загрязнения. И знаете что? Я даже свой отзыв на Валперис про него оставила. Честно, как есть. Что помыла немного, а, ну, в общем, ссылочку я на него не знаю, оставлю или не оставлю. Сейчас мы посмотрим. Я это средство дала Ире, соседке. В общем, смотрите. Она как-то у меня спросила, у тебя есть средство для духовок? Нормальное. Я говорю, есть. Оно у меня на самом деле есть. Ну, другое. Не буду говорить, какое. Хотя, я не знаю, ну, могу сказать, но оно термоядерное. Оно очень сильно воняет. И я редко им пользуюсь. Это уж если сильные-сильные какие-то загрязнения. Потому что дети вечно дома, кошка дома, да. Или на ночь, когда уже мои спят, я окно открываю, двери у них закрываю. Ну, вот это вот мне прямо противно. То, что именно когда термоядерное, хорошо достаточно работает, но запах вообще вот прям вот это вот убивает. Не хочется лишний раз пользоваться. Вот. И у меня, когда появилось вот это средство, я пошла и видала. И говорю, ну, скажешь потом, как работает. Потому что я, говорю, еще не пользовалась. И что вы думаете? Я сегодня специально спросила, говорю, ты пользовалась? Это антижирсредство. Ну, называется. Думала, капнула. А, капнула. Я не закрыла, девочки. А немножко, видимо, задевала. Не буду сейчас проверять здесь. Что она мне сказала? В общем, средство нормальное. Ей нужно было духовку очистить, потому что она у нее была сильно загрязнена. Причем я ее не просила фотографии прислать мне. Она мне их прислала. Она говорит, сильный нагар вот этот в духовке не отмылся. Вот фотка до и фотка после. Хотя, я говорю, девчонки, я даже не просила. Она говорит, в общем, нормально. Сейчас, говорит, хочу фасады помыть. Но мне, говорит, очень понравилось, что оно не пахнет. Ну, химии. Химии какой-то запах присутствует. Ну, в общем, я по своему наблюдению скажу, что пахнет, ну, вообще тоненько. Ну, то есть, чем-то пахнет, может быть, лимонной кислотой, лимоном с белизной. Вот мне так показалось, когда я пользовалась чем-то таким, но не термоядерным. Поэтому сейчас ради чистоты эксперимента. Я же как? Я же все тестирую. Что-то я вам, девочки, показываю, рекомендую, что-то нет. При вас буду показывать, да, как оно работает. Вместе с вами будем смотреть. И вы уже сами сделаете выводы. И я либо покажу, поделюсь ссылочкой с вами, либо не поделюсь. Потому что, ну, чтобы было правдоподобно. Что-то, вот, допустим, какие-то там средства. Ну, я же не могу на кожу показать, да, помазала. А ощущения свои только могу передать, да, ну, к примеру. Вот. Здесь мы сейчас с вами понаблюдаем. Смысл в чем, что разбрызгиваешь на расстоянии 20 сантиметров, 25, наверное, и через 20 секунд оно начинает работать. Единственное, что нельзя его использовать, это я смотрю на плиту и смотрю на время, на клору идти. Нельзя использовать на алюминии, на чем-то там еще. Забыла, девочки, я не буду прикладывать никакую инструкцию. В общем, я хочу сейчас плиту, фартук забрызгать, духовку, вот, и микроволновку, ну, раковину. Ладно, сейчас, короче, забрызгаю, и мы с вами посмотрим. Не хочу тратить на это много времени. Посмотрим, как быстро оно работает. Вообще, в инструкции написано, что, если не сильно, ну, типа не сработало, по необходимости повторить процедуру. Вот Ирита, я, кстати, тоже сказала, она говорит, я не сильно там, говорит, увлекалась, но вот как отмыла, так отмыла. В общем, пойдемте, нанесем это средство, я вам покажу фронт работы. И позже еще с вами поболтаю. В общем, девочки, 11.24, времени мало, нам к часу, к лору. Поэтому показываю быстренько. В общем, здесь много раз все варилось, кипелось. Я не знаю, конечно, я до такого стараюсь не доводить, но всякое бывает. Здесь я намеренно все это делала. И вот здесь вот. Вообще, я говорю, фартук и плиту я уже мыла. С фартука легко все это отойдет. Я даже по этому поводу не переживаю, но ради чистоты эксперимента решила оставить. Вообще, по идее, мне надо еще вытяжку помыть. Но сегодня не буду. Потом с вами, если что, будем его дальше тестировать. Так, бутылка очередная. Раковина. Раковина грязная. Ну, видите, раковина грязная. Вот. Я пока вот это, наверное, так и оставлю. Ой, девочки, мне даже страшно. Страшно. Смотрите. Мне, кстати, тарелку эту не видно. Ну, на носочки надо вставать. Но вот, смотрите, это попкорн. Он подгорел. Пакет. Дно было. Короче, вот это после попкорна, который был в пакете. И пакет был закрыт. Вот результат. Блин, девчонки. И причем несколько дней оно пахло. Сейчас не пахнет. Да, выветрилось. Что еще? Страшно показывать. Страшно. Ну, я покажу. Так. Как видно. Вот так. В общем, что я хочу сказать. Я, конечно, нанесу сюда. На стенки наносить не буду. Сейчас свет включу. На стенки наносить не буду, потому что времени нет. Через какое-то время мы с вами помоем эту плиту. Все-таки нормально. Дно решетки вынуло. Так. И, девочки. И, девочки. Подождите, как лучше сделать? Выключить. А, это подсветка, да? Ну. Девочки, ну вы видите, что... Кстати, у меня так бесит слово дверка. Дверка нагревается. Дверка. В смысле дверка, блин. Дверка. Ну, вы видите, девочки, что здесь происходит. Короче. Давайте. Сейчас я просто брызну. Смотреть. Ага. Ну, открыто оно или не открыто. Так. Вот это я прямо сейчас убираю в раковину. Я же их тоже сейчас забрызгаю вместе с раковиной. Это будет два в одном. Ну, вы понимаете. Надо было вот эту штуку. Ну, ладно. Так. На расстоянии 25 сантиметров. Что, его там взбалтывать надо? Не надо. Вообще ничего мы не будем делать. Блин. Смотрю. Как бы в камеру. В камеру всегда мимо попадаю. Поэтому буду... Буду, короче, вне камеры смотреть. Вы уж смотрите... Сейчас фартук брызгаю. И много я тоже не хочу. Я сейчас его разнесу губкой. И всё. Ну, давайте вот тут вот. Так. Переходим сюда. Кстати, надо Арсения позвать. Узнать, чем пахнет. Так. Ничем не пахнет. Я вообще не ощущаю. Может, на микроволновку не трогать пока? Что-то я как-то это... Вон риск подходит, девчонки. Так. Забрызгала, да? И давайте дно. Просто дно. Не буду с решётками сейчас ничего делать. Так. Сынок! Арсений! Он меня не слышит. У меня же ещё, девочки, сковородки. Ёлки-палки. Я же хотела ещё сковородки. Ладно, здесь хватит. Чтобы меньше смывать было. Девчонки! Как мне... Ой, фокус. Фокус. На белом. А на потолок? Так. Чё? А ну же потекло, девчонки. Посмотрите. И рекомендуется работать в перчатках. В прошлый раз я без перчаток. Дискомфорт на коже был. Да. Что мы не сделали ещё? Давайте одну сковородку только. Ну что? Ну понятно, что вот это вот со стекла вообще отлично отходит. Я как бы ничего и не делаю. Ну всё нормально, со стекла отойдёт. Я вот здесь хотела. Хотя, наверное, и не надо. Блин, где перчатки? Девочки. Понимаете? Понимаете? Так. А мы вот сюда-то не брызгали. Ради чистоты эксперимента. Побрызгали. Мне кажется, вот здесь вот не отойдёт ничего. Я, конечно, не знаю. Пусть постоит. Так. Что я хотела? Что у меня здесь? А, у меня свет-то не мешает сейчас? Подождите. Ириска в туалет сходила. Я не стираю, как бы типа размазываю. Ну пусть пока работает. Вот там бы размазать ещё немножко. Да? Блин, я без перчаток. Мне вот эти вот места волнуют. Я же нетерпеливая, девочки. Ладно, пусть тогда тоже работает. Блин, пальцы. Пальцы надо смыть. А у меня здесь вообще-то раковина моется. Ну раковина отмоется. Я опять же за это не переживаю. Так, что мы видим? Потекло, да? Ну оно сразу потекло. Сковородку. Девочки, я пули изгоняла за перчатками. Причём схватила у меня две перчатки. Ну как бы две пары. Вот это на левую руку, это на правую. На левую. Ну я не буду одевать. Вот сейчас быстро одела. Чтобы время не тянуть, посмотреть, насколько быстро это работает. Ну вы знаете, что я тупанула? Я... А, ну всё раз это... Разойдётся. Надо было побрызгать и немножко размазаться. Ладно, сейчас я буду вытирать тогда это всё дело. Ну-ка тут. Тут вообще и другие средства не справлялись. Вот я просто сейчас смотрю. Может это... С первого раза, как здесь что-то убежало... Вы понимаете, о чём я говорю? Не отсвечивает. Видите, чёрная. Она как будто бы прижарилась сразу с первого раза и не уходит. Ещё побрызгаю. Вот я сейчас, кстати, со спокойной совестью это всё делаю, потому что у меня кошка ходит здесь. Вот это самая активная конфорта. Ну, потому что... Всё время я её пользуюсь. Так, ладно. Что я хотела? Я принесла же сковородку. Девочки. Надо было, наверное, на пакет её поставить. Давайте наполовину посмотрим. Так. Возьму прямо отсюда эту штуку. Ну-ка. Продолженная губка такая, знаете, одно название. Она уже стёрта. Ну, старая, старая, скажем так. Не знаю я, алюминиевая, не алюминиевая. Я планировала на ней поработать. Будем работать с тем, что есть. Так. Здесь, на этой стороне пусть лежит. У меня перчатка. Всё равно в средстве. Вообще, средство должно пениться. Наверное, надо прилагать усилия. Но я, видите, только брызгаю тупо и ничего не делаю. Так, девочки. Я присела. Сейчас пусть немножко поработает. Знаете что? Не стала ставить на штатив. Ну, блин. Не снимать, чтобы. Короче, у Арсения качался зуб. Вчера он почему-то после тренировки говорит, я не могу толком открыть рот. Я кое-как посмотрела, смотрю, вроде бы и горло у него красное. А времени уже было. Так. Что-то, короче, шестой час, что ли. В общем, я записалась в стоматологию детскую. Она работает до восьми. Мы поехали к хирургу. Этот зуб нужно было бы, по идее, ещё немножечко сохранить. Но он качался. Просто он молочный. И, в общем, да. Можно было бы немножечко сохранить. Но как? Он ему мешает. Есть-то ему уже неприятно. И вырвали ему зуб. Но прежде чем поехать, он сказал, а вы мне купите что-нибудь? Он, знаете, не хотел из-за того, что фея. Ну, если бы он сам выпал, я говорю, это не передний зуб, который сам выпадет. Это всё-таки боковой, верхний. Ну, не дальний какой-то там. Не знаю, какой девочке. Третий или четвёртый спирт. Вот. И купите, типа, ну, заедем в фикс-прайс. Что-нибудь купите, купим. И вот мы поехали, значит, ему сделали укол. Вырвали зуб. Нормально он хорошо держался. Всё. Поехали в фикс-прайс заехали. И я вам потом. Не покажу. Арсений разобрал пакет и всё поубирал. Ничего особенного не купили. Салфетки купили бумажные, потому что нужны были тортик, творожник. Девочки, ещё кое-что. Это я немножко поснимала вчера вечером уже. Повставляю кусочки, а потом вам договорю тогда. Что, пошла я тогда отмывать? Как мне с вами отмывать? Я не знаю. Мне как бы две руки нужны. Пойдёмте посмотрим, что там вообще происходит. Так, сковородку, наверное, пока лучше и не трогать. Хотя не знаю. Вот какая она? Она же не чугунная. Вот какая из чего она сделана? А, ну слушайте, вот здесь вот отходит. Я не прикладываю усилия. Если я буду прикладывать, она поедет. Ну, как бы, понимаете, да? Я же на неё должна надавить как-то. Отходит вот эта штука. Я половину её в итоге помою для вас, чтобы показать. Так, это, понятно, это стекло. Девочки, здесь что у нас? Ну, видите, всё потекло, всё нормально. Я думаю, сейчас оно тоже быстро отмоется. Ну, блин, у меня время, время. В плане, я не хочу здесь долго ковыряться. Попробую. Подождите, я рукой протянусь. У меня ещё глубина навесных шкафов 40 сантиметров. Вы должны понимать, что, короче, они глуб... Ну, далеко она стоит, эта микроволновка. Ну-ка. Ай, блин, губку пронила. Короче, сейчас я её на стул встану, помою, посмотрим. Здесь, ну, раковина, она понятно, что отмоется, да? Видите, оно всё растворилось. Меня вот тут вот волнует. Правда, я уже... Мне хоть бы губку понамочить. Так. Ну, это стекло. Оно сейчас тоже здесь отойдёт. Их много, этих брызг. Видите? Да и губка не шершавая. Ну, ладно. Нормально. Я как раз такими губками мою раковину, чтобы потом её выбросить. А вот здесь, девочки. Что у меня здесь? Мне просто вот интересно. Она мягкая, девчонки. Очень мягкая. Знаете, в фикс-прайсе продаются губки от этого повар-то, шеф-повар Ивлев. Вот они классные. В фикс-прайсе продаются. И в пятёрочке. Я их покупаю периодически. Ну, вот у меня сейчас закончилось. Может быть, одна новая даже есть. Но я сейчас новая-то не буду. Её надолго хватает по сравнению с другими дешёвыми. Ну, дешёвые я тоже покупаю. Для унитаза. Для, ну, унитаз. Да, я тоже у меня есть губка для унитаза. Так ещё это. Подумала, что сказала. Подождите. Отходит? У меня отходит. Для ванны, для раковины. Вот такое вот всё. Так-то я ёршиком мою. А вот этот вот бортик, да? Ну. Ой, слушайте, девочки. Лучше становится? Короче. Давайте я без вас помою. И потом скажу тогда. Что да как. Девчонки, мне надо просто камеру убрать. Врать не буду. Девочки, мою? Ну, как мою? Арсений, иди-ка сюда. Я включилась-то для чего? Просто вытираю фарту тряпкой. Оно всё вытирается и всё. Он просто в трусах. Не буду разворачиваться. Пока у него вот. Говорю. Арсений говорит, что ты сказал, когда зашёл сюда? Почему сладким пахнет? Сладким пахнет. Печеньем пахнет. Знакомый запах. Я говорю, не пахну. Ну, девочки, понимаете, чем? Здесь ничем не может пахнуть. Ничем пока ещё. Вот. И это. Ну, смотрите. Как бы я-то принюхалась. Я сюда тоже губкой просто немножко прошлась. Это ДСП. Вот. Так что как бы запах нет. Ни термоядерный, ничего. Вот сразу. Он есть. Не то, что его нет. Он есть, но... Короче, да. Девочки, времени 14.56. Мы уже съездили к Лору. И уже и на почте побывали. И в магазин зашли. В общем, я вот это вот всё дело вот так вот оставила, когда уходила. Сейчас вам всё покажу. С чего мы начнём? Ну, давайте вот с плиты, потому что надо будет сейчас разогревать, поесть. Потому что уже времени много. Так. Что у нас было до? Я, наверное, скрины сделаю. Посмотрим. Но я не сомневалась, что плита отмоется хорошо. Вот это вот место. Вот это вот место. Как тут его показать? Что там? Ну, если учесть то, что я как бы и не тёрла, да, вроде бы относительно нормально. Но мне кажется, оно вообще не оттотрётся, потому что я чем только не мыла. Но вот если на ощупь смотреть, девочки, оно, ну, как будто бы должно оттереться. Как будто бы не надо запускать, что тут говорить. Плита чистая. Фартук. Причём я помыла только вот эту часть. Девочки, вот эту часть я даже не трогала. Да. Ну, реально не трогала. И надо будет сегодня помыть, потому что у меня здесь, видите, это от корма. Второй пакетик я уже и риски отдала. Ну, в общем, плита чистая. Фартук чистый. Фартук вообще, вот, кто будет, когда делать ремонт, я всегда вот хотела, чтобы он был гладкий. Во-первых, мне рисунок... Ой, простите, рисунок нравится. И то, что заморочек меньше. Так, плита. Сейчас я включу свет. Значит, смотрим. Господи, стекло. Девочки, стекло. Стекло чистое. Ну, тут тоже. Вот смотрите, я как бы губкой вытерла и влажным полотенцем просто вытерла. И насухо. Всё. Может быть, вот тут вот какая-то козюлечка есть. Ну, в общем, всё хорошо, да, на плите. Ну, вот здесь я на стекле. Нормально. Так, здесь что? Здесь я не терла. То же самое. Всё-всё при вас, девчонки. У меня не было времени. Вот как есть, да, боковины даже не забрызгивала, видите, да, что оно вот такое. А дно-то вот такое. Ну, то есть, помните, что было до? Я показывала со светом или без света. Так, наверное, вот так лучше показать. Ну, отмыла. Но, опять же, не нужно запускать. Как бы вот так вот. Так, что мы ещё с вами мыли? Решётки. Ну, вот я их тоже положила. Я их просто тупо забрызгала в раковине. Раковина, кстати. Я сейчас крошки здесь были. Включала воду, она слилась водой. Поэтому она сырая. А так она была прям сухая. Ну, здесь тоже всё хорошо отмылось. Без всяких терений. Без всяких терений. Ну, вот и с этой стороны не очень хорошо. Но, опять же, я не терла. Знаете, если тереть, то, мне кажется, всё что угодно можно оттереть. Просто если приложить много усилий. В общем, раковина чистая. Мне нравится. Девочки, давайте эту. Как её? Зовут. Микроволновка. Микроволновка чистая. Тоже вы видели, что оно всё потекло сразу же. Вот то, что там тёмное, это как-то уже подгорело. Ну, понимаете, да? Это не ототрётся, оно пожелтело. Вон то место. Это вот потому, что так приготовили эти попкорн. Ну, в общем, микроволновка чистая. Тёрлось всё быстро, всё хорошо. Всё хорошо. Я даже не помню, кстати, тёрла я здесь или не тёрла. Честное слово. Вот. С этой стороны я её не тёрла, если что. И сковородка стоит. Вот я её переворачивала. Видите, да? А я же её быстренько сполоснула. И всё, смотрите. Короче, это же текло с той стороны. Получается. Сейчас я вам покажу результат. Вот такой вот результат. Ну, слушайте. Я не знаю, можно ли вообще эту поверхность. Вообще эту можно было мыть в посудомойке. По инструкции. Ну, от производителя. Но мне, девочки, написали, Оксана, не мою. Всё равно испортится. Я её берегу. Она хорошая очень сковородка. Поэтому я не мою. Так, здесь это всё отошло моментально. Ну, вот, прям сразу же, да? И вот оно как бы текло. Потому что у меня на столешнице здесь был этот жир, антижир. Ну, девочки. Вот результат сковородки. Вот результат сковородки. Фокус плохо ловит. Ну, я хочу сказать, что средство работает. Если учесть то, что оно не ядрёное. Не щиплет глаза, да? Что слёзы прямо со всех глаз. Кстати, вот мне нравится, что ручку оттёрла. Наверное, нужно было забрызгать и в пакет положить. Вот я знаю, что так девочки тоже делают. А может, посудомойки просто тупо мыть. Ну, мне нужно было эксперимент провести. Это ведь подсолнечное масло, да? И которое подгорает на плите. Правильно же я понимаю? Ну, вы видите. Разницу блестит. Слышите? Вот. А что мы ещё мыли с вами? А больше ничего не мыли. Мы когда убегали, кстати, с Арсением. Он открыл здесь что-то взять. А, печенье вот это вот хотел взять. Оно здесь лежало. Это я тоже по глупости положила сюда. И отколол чашку. Мам, на счастье. Я говорю, хорошо. И, в общем, закрыла и всё. Ты замерла? Сидит такая. Знаете, как она сейчас сидела? Ну, кверху. Ну, а лапой, в позу приняла, в позу, девчуля. Да. Ну, в общем, девочки, в принципе, я могу порекомендовать это средство. Она по бутылке лапой сейчас стукнула, представляете? Ну, я, может быть, чуть в нос не стукнула ей. Она так тын-тын. Ну, в общем, могу порекомендовать. Для ежедневного использования оно щадящее, да, очищает, в принципе, хорошо. Это бренд, ну, это бренд, бренд-фри. Вот так вот выглядит. Смотрите, что заявляет производитель. Антижир. Универсальное средство для кухни. Подходит для столов, духовок, микроволновых печей, плиты, посуды. Столы, да. Духовка, да, если не запускать. Так, микроволновка отлично, плита отлично. Вот чайник эмалированный, я думаю, будет отлично. Прямо чистить, ну, прям, прям моментально. Вот кастрюлька, в которой мы воду, кстати, кипятим, тоже сейчас побрызгаю, чтобы не... А, быстро отмоется. Вот с эмалированных вообще будет отлично. Очищает от жира, нагара, копоти. Не оставляет белесых разводов. В общем, средство хорошее. Смотрите, сейчас акция на них. Вот у меня одна бутылка, которая без этикетки, видите, да, черные они. Без этикетки. Другая у Иры и третья, четвертая у меня. Можно приобрести одно, а можно приобрести три плюс один. Соответственно, будет дешевле. Ссылочку оставлю в описании под видео. В общем, кому интересно, у кого есть детки, животные, рекомендую. Мне нравится, что оно не ядреное, понимаете. А есть небольшой такой запах, но вот это прям вообще классно. То, что в любой момент, хоп, взял, забрызгал, быстренько помыл и все нормально. Еле поставила чайник. Чайник на плиту поставила. Сейчас закипит, попьем чай. В общем, купили, значит, в магните шебекинский. Что-то нормальная цена, 54 рубля была. Цены, кстати, понизились, да, намного, я вот заметила. 70 рублей капуста. Капуста надо сделать, девочки, надо сделать, знаю, как-нибудь сделаем. Соевый соус беру, вот, слушайте, я хотела сказать, постоянно. Ну, может быть, это третий раз, вот такой вот. Мне нравится, что у него большой объем. Он стоит 100, по-моему, 9 рублей, не помню. Но литр его хватает надолго. Купил и забыл. А то бывало, я раньше покупала в маленьких бутылочках. Раз-два, и обчелся. И потом, либо его нет, либо забываешь купить, либо еще что-то. Потом, значит, яблоки свежий урожай. Посмотрите вы, какие они красивые. Вы посмотрите, у нас два яблока еще есть. Соответственно, как бы нормально. Там банан еще есть, парочка. Нормально. Лимон, это в основном я чай с лимоном пью. И искала соду. Арсений говорит, я знаю, где она лежит, я пойду посмотрю. Я говорю, иди. И я пошла смотреть. У него за спиной смотрела, нету. Продавца позвала. Она тоже смотрела, говорит, нету. Я на эту пачку смотрела. Но оно, смотрите, она, видите, отсвечивает. И мне показалась соль. Ну, мало ли какая соль бывает. И оно в самом углу стояло. То, что именно вот как бы не видно. А ногой, подождите, вот вроде бы. Смотрите, пачка какая-то приятная, новенькая. Ну, сейчас я свет выключу. Вы видите, ее как-то сильно ярко. А так она, ну, такая приятная пачка. Я ее, конечно, пересыплю. Но, в любом случае, покрасивее. Такая более лаконичная девочка сыпется. Смотрите, все равно пересыпать надо. Прованские травы у меня уже заканчиваются. До этого две пачки покупала, заканчиваются. Я частенько кладу. Больше практически никакие я приправы не добавляю. Но это я не во все кладу. Мне нравится. И бон пари. Акции были 49 рублей. Арсений свою съел. И это вот Федя. Все. Вот такая вот... А-а-а! Лор сказал прополоскать горло несколько раз. Там должно пройти все. Это, видимо, от зуба воспалилось что-то. Я не знаю, такое бывает или не бывает. Не суть. И эти. Вот эти. У меня есть фарингосепт. Арсению не понравился фарингосепт. Вот это 189 рублей стоит. Фармацевт сказала, говорит. Моему, говорит, сыну нравится. Периодически пьет, ну, сосет их. Говорит, нормально. Я говорю, они работают, вы мне скажите. Я же хотела, знаете, эссенциали. Или как они называются? Такие за 400 с лишним купить. В общем, купили вот это. Громедин тоже 400 с чем-то стоит. Она говорит, ну, с 6 лет можно их давать. Посмотрели инструкцию. В общем, взяли вот это. Все. В принципе, вся наша вот такая вот закупочка.